Здравствуйте дорогие друзья, это Максим Шевченко. Хотелось бы поговорить об умном голосовании, которое предложил Алексей Навальный и его командой, вокруг которого сегодня введутся целые теоретические баталии. Есть собственно четыре позиции. Первая это позиция Алексея Навального, что умное голосование вещь правильная, нужная и позволит нанести поражение власти, по крайней мере в Москве. Есть вторая позиция Михаила Ходорковского, что умное голосование этически не безусловно, что нельзя голосовать за тех, кто не заявляет свою позицию по поводу репрессий, по поводу преследований, кто имеет тайный сговор с властью, что фактически умное голосование легитимизирует политтехнологические игры, которые устраивает власть. Есть третья позиция, позиция, которая высказана в частности Андреем Мальгиным, о том, что если в результате умного голосования побеждает, как он говорит, сталинисты от КПРФ, то лучше он посидит на пляже. Есть четвертая позиция, это позиция власти, которая очевидно боится умного голосования, поскольку не может ничего ему противопоставить, кроме склок, свар, ссор между оппозиционерами, стравления всех между всеми. Этот вывод я делаю, исходя из анализа телеграм-каналов, шестерок, которые служат администрации президента, служат московскому правительству, потому что наибольший истерический визг у них вызывает именно умное голосование. Разберем все четыре позиции. Начнем с позиции Михаила Ходорковского. В ней, конечно, есть очень важная доля истины, поскольку, безусловно, политика без этики, политика как чистая прагматика перестает быть политикой, становятся технологии и, собственно говоря, ее результаты перестают каком-то мере служить людям. И что, конечно, хотелось бы, чтобы этическая составляющая, то есть публичное заявление теми кандидатами, за которых призывает, допустим, голосовать в ходе умного голосования тот же самый Навальный, являлось основанием для того, чтобы за них голосовать. В этой позиции есть только один нюанс, который, наверное, сам Михаил Ходорковский, может быть, не до конца понимает, уже давно не участвуя непосредственно в политической жизни России. Никаких так называемых выборов в европейском смысле, французском, немецком, итальянском или английском в России нет. В России есть наглый спектакль, который власть каждый раз организует только для того, чтобы протащить любой ценой собственный концепт, утвержденный в их кабинетах. Они уже расписали, кому и как достанутся какие места. Они знают, кто сколько заплатил, занес или лично, или покровители его занесли за то, чтобы тот или иной человек занял это место. Это не обязательно единороссы, это могут и представители других партий системных, в том числе, которые по тем или иным договоренностям должны туда попасть, чтобы потом имитировать, как говорится, разнообразие и многовекторность политического пространства России, что, конечно, является абсолютной чушью. Поэтому, так же, как и призыв Ходорковского портить бюллетени, мне кажется, не совсем показывает не совсем ясное понимание Михаила Борисовича политических реалий России. Вот у меня во Владимирской области год назад, я специально запишу ролик, было рекордное количество испорченных бюллетеней. 8 с лишним процентов. Таких показателей не было по России, начиная с 90-х годов. На многих из них писали Шевченко, народный губернатор, это зафиксировано. Почти 80% бюллетеней было именно с таким... Я уверен, что их было гораздо больше. Проблема просто в том, что только те испорченные бюллетени, которые будут зафиксированными честными членами участковых избирательных комиссий, которые представляют оппозиционные партии, которые не подкуплены, которые не уснут, которые не запуганы и которые скажут, вот этот бюллетень испорчен, зафиксируем его здесь, будут потом названы испорченными бюллетенями. Если таких наблюдателей нету от партии или от кандидатов, то все испорченные бюллетени переходят к партии власти. То есть, как правило, это кандидаты от власти Единой России. Поэтому портить бюллетени можно только при наличии уверенной системы проверки подсчета самих бюллетеней. И самый главный аргумент, что критика умного голосования, призыв к этическому голосованию, политическому, имеет смысл в той ситуации, когда, собственно говоря, на самом деле выборы определяют мнение общества. Ничего подобного в России нет. Поэтому я перехожу к Алексею Навальному. А я считаю, что умное голосование – это не попытка провести к власти какую-то партию. Это не попытка, чтобы победила КПРФ или победила яблоко. А это просто единственный способ, рациональный, хладнокровный способ нанести удар по ныне существующей системе имитации политической жизни в стране. Главное, чтобы власть, ее кандидаты, ее манипуляции терпели поражение и несли урон. Любым законным способом. Законным – это значит тем способом, который власть сама допускает. Власть с удовольствием отказалась бы от любых этих демократических спектаклей и выборных этих идиотизмов. Она не отказывается по двум причинам. Во-первых, ей надо показывать перед Западом, что у нас тут есть якобы какая-то демократия. Во-вторых, это лишит зарплаты и нелегальных доходов огромную толпу политехнологов, которые кормятся вокруг этой власти. Они этого не хотят совершенно, поэтому они делают важные озабоченные лица и говорят, да, надо вот провести избирательный процесс. А потом нагло воруют, воруют и воруют бюджеты, которые выделяются на то, чтобы очередные жирные и безвольные кандидаты от власти пролезли на приготовленные им места. Поэтому технология Навального, мне кажется, эффективная. В этой ситуации КПРФ. Навальный правильно говорит, но были бы другие кандидаты, голосовали бы за них. Это не важно. Важно сорвать сценарий власти. КПРФ ли это, яблоко ли это, кто угодно. Вот я, допустим, очень радовался, когда Сергей Фургал победил в Хабаровском крае, хоть он от ЛДПР. Я радовался даже, когда у нас мы победили, выгнали во Владимире ненавистную жителям Светлану Орлова, одного из лидеров и символов Единой России, и победил, пусть безвольный, пусть его спарринг-партнер, но кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Не имеет значения в тактической перспективе. Болезненные удары по власти ее политтехнологам, тем, кто отвечает за политическую систему и за политическую ситуацию в стране, это тактическая важнейшая задача. В Питере почти невозможно уже это сделать. Почти невозможно, поскольку в Питере задавлено и зацементировано все настолько, что там даже не будет работать призыв к умному голосованию за любого, кроме Беглова. Конечно, звучит, но, к сожалению, в отсутствие реального оппонирования, публичного, масштабного Беглова, ничего подобного не происходит. В Москве же есть оппонирование. В Москве есть целая волна. И не оседлать эту волну, подобно серфингисту политическому, мне кажется, было бы близорукостью. Поэтому я поддерживаю Алексея Навального с технологией умного голосования. Но хотелось бы, конечно, чтобы не только чистая прагматика, вот, мол, победим и все, любой ценой кандидата от власти. Может получиться так, Алексей, что и кандидат от тех, за кого вы порекомендуете голосовать, станет кандидатом от власти. Поэтому я добавил бы к вашей позиции позицию Ходорковского. Этическое содержание кандидата, за которого вы призываете голосовать, тоже имеет значение. Теперь позиция Мальгина. Что если там вот сталинисты, пойду на пляж. Человек имеет право, хотя, на мой взгляд, теоретические рассуждения о Сталине, Наполеоне Бонапарте, Гитлере и всех, кто у нас существует в сознании, моральном сознании и интеллигенции, не отвечают задачам современного текущего момента. Я вас уверяю, что сталинистами можно стать только, если есть Сталин, и вы подчиняетесь этому Сталину. Количество коммунистов, которые были убиты в лагерях или расстреляны в сталинское время, не поддаются описанию. Поэтому не надо, во-первых, всех коммунистов считать сталинистами. Это раз. Не надо всех членов КПРФ считать сталинистами. И надо давать возможность, как это давал Жан-Поль Сартер, как это давал Бодрияр, допустим, возможность теоретическому размышлению о проблемах истории и о том, почему так или иначе получилось. Я не я это сразу говорю, Мальгину и всем остальным, те, кто захотел меня в этом обвинить. Но я готов рассуждать о том, почему получился Сталин, почему такое количество людей поддержало Сталина, но за рамками конкретного текущего политического процесса. Привлекать сюда историю, исторические фобии, сознание интеллигенции, песни Булата Акуджавы или Александра Галича в современную ситуацию нанесения конкретного поражения, конкретной группировки, представляющей власть в Москве, например, я считаю нецелесообразным. И четвертое. То, что по этому поводу думает и считает власть. Власть боится. Почему? Это легко понять. Они действуют не из политических соображений. У них нет идеологии. У них нет мировоззрения. Они не защищают никакие ценности. Их ценности это их задницы, сидящие на их стульях во властных кабинетах или в кабинетах политтехнологов или где-то там еще, понимаете? Их ценности это ипотека, за которую они платят. Их ценности это там их возможность поехать в Крым или в Сочи или куда-нибудь еще за границу. Мы имеем дело просто с мещанами, которые защищают свои интересы. Это неплохо, если бы эти люди не определяли бы судьбы десятков, сотни миллионов других. Поэтому я вижу, как они боятся умного голосования. Они боятся его. И поэтому я предлагаю поддержать умное голосование Алексея Навального. Я предлагаю голосовать так, чтобы власть считала итоги выборов 8 сентября в Москве очередным своим фиаско. Как это было год назад во Владимирской области, как это было в Хакасии, как это почти получилось в Приморье и как это может быть в каждом регионе страны, где люди не будут относиться к выборному процессу, как к чему-то реально политическому, что может иметь политические результаты, а будут относиться к нему как в форме борьбы против ненавистного режима, который пока режим по ряду соображений не может запретить. Что я вас уверяю, он сделал бы с удовольствием. Никаких бы выборов не было, они бы просто назначали бы как губернаторов, так и тех попок, которые этих губернаторам готовы заглядывать в глаза в ЗАГС собраниях. Будьте здоровы, это был Максим Шевченко.